Здарова, ребятушки! Сегодня давайте с вами поговорим про шпаргалки на ОГЭ по физике. Какие они есть, что туда стоит писать и нужно ли их вообще брать. Я, конечно, приверженец того, что шпаргалки на ОГЭ никому не нужны. Там есть всего примерно 46 формул, которые нужно скорее, конечно, понимать и уметь использовать, нежели просто чем уметь при себе. Но! Кроме того, что, конечно же, можно выписать себе на шпаргалку все формулы, и если вы будете это делать, то я вам советую еще выписывать размерности и величины, которые туда входят, и, возможно, даже небольшие пометочки по тому, как эти формулы использовать. Потому что, да, есть задачи, где нужно просто тупо все подставить, а есть задачи, где все-таки нужно понимать, что такое, например, h в потенциальной энергии. Да, это высота над некоторой поверхностью, где нулевая потенциальная энергия считается. Вот такие вот микромоменты, да, они нужны все-таки в этих шпаргалках, в шпаргалке по форму. Но, понятно, кроме самой очевидной шпаргалки, где нужно просто выписать все формулы, да, и туда докинуть все-таки еще единицы измерения и вот эти пояснения, то есть еще два вида шпаргалок, которые я бы написал. Проблема с этими двумя видами в том, что они нужны только для одного задания. Для задания 18, где есть ученые, ученые и их открытия, и там есть просто какое-то колоссальное количество этих ученых с их открытиями. Есть какие-то вообще ноунеймы просто, которые супер редко встречаются. Я честно вам скажу то, что зачастую я сам не помню, что вот этот ученый сделал, потому что просто, ну там их очень много. Я их собирал со всего ФИПИ, у меня в Телеграме, кстати говоря, можете перейти, подписаться в Телеграм, там у меня, откройте просто поиск по медиа и найдите фотографии. Я делал карточки со всеми учеными, со всеми открытиями, которые нужны будут вам на ОГЭ, собрался со всего ФИПИ просто. И в этом же 18 задании можно сделать шпаргалку себе и выписать все приборы, все приборы и физические явления, на которых они основаны. Этих приборов тоже есть достаточно много, с приборами, конечно, полегче, все-таки приборы нам более знакомы и мы понимаем примерно на каких явлениях они основаны. С учеными, конечно, ты либо знаешь, либо не знаешь. Ну да, есть какие-то ученые, которые мы точно знаем, что устроили, но, например, что сделала складовская кюри, я думаю, что не каждый из вас ответит. Имейте в виду, что шпаргалки вам, скорее всего, не помогут в заданиях 23-25, потому что даже зная формулу, там задачу не решить. Другой вопрос, что если вы задачу-то хорошо решаете, а вот иногда бывает, что вы не уверены в формуле, где там стоит квадрат или, в принципе, там умножить или делить, то в таком случае, конечно, шпаргалка по формулам вам будет очень кстати. И все формулы, которые нужны для ОГЭ, разбитые по разделам, очень удобно, между прочим, я сделал. У меня тоже есть в Телеграм-канале, так же, как и карточки по ученым, так что можете взять, ну там, на скрини, да, или вырезать из них что-то, чтобы они стали более компактные, не такие красивые, как они у меня есть. И тоже их использовать как шпаргалки по формулам, они у меня все тоже есть. И в шпаргалках по формулам, что важно, да, это то, что я там поделил по разделам. То есть сначала у меня идет динамика, и там идет кинематика, потом там силы, законы сохранения, потом давление, сила Архимеда, потом идет там термодинамика, все формулы по ней, потом идет электричество, и потом все, потому что формул больше нет. И вот так делить по разделам, так же, как и проходить эти формулы, лучше всего делать именно так, потому что, если вы читаете задачу, видите то, что там механика, видите законы сохранения, то вы точно знаете, вы можете даже прям в кармане вот так взять, отсчитать нужный листочек, достать именно его, да, и потом быстро посмотреть. Ну, понятно, что, может быть, вы это сделаете вне аудитории. В любом случае, так вы найдете нужную формулу просто тупо быстрее. Да, в 23-25 задачах вам шпаргалки особенно не нужны, не помогут, просто потому что эти шпаргалки помогут только тем, кто умеет хорошо решать задачи. Задачи за вас ни одна шпаргалка не решит. Так же, как и не ответить на вопросы 21 и 22, это качественная задача, тут вообще никакая шпаргалка не поможет, потому что, если ты знаешь, как работает явление, то ты сможешь его описать. Если не знаешь, то, соответственно, не сможешь. Задачи 19 и 20, там вообще просто тупо по тексту, про 18-е мы с вами поговорили, вот это я считаю самыми релевантными шпаргалками именно по ученым, если вдруг они попадутся, да, дальше уже по физическим приборам. И третье в моем топе идет, конечно, формулы. Ну, опять-таки, только если вы не умеете решать задачи. Если вы умеете решать задачи, но забываете формулы, то, конечно, формула это топ-1 шпаргалка. Не забывайте, что шпаргалка является достаточно весовым аргументом для того, чтобы удалить вас с экзамена и отправить в резервные дни. Поэтому, используя шпаргалки, вы подвергаете себя риску. Не используйте их, если уж вы принесли прямо в аудиторию, где-то под партой, не старайтесь спрятать, потому что возможно, что вас просто удалят. Я сам не рекомендую брать шпаргалки вообще. Даже если вы плохо знаете ученых, даже если вы плохо знаете приборы, не делайте эти шпаргалки вообще, не берите их с собой. Это вот моя основная рекомендация. Если вы хорошо готовились, то та оценка, на которую вы готовы, она не будет зависеть от того, помните вы ученых или не помните. Может быть, вам попадутся вообще какие-то очень странные, очень редкие ученые, очень редкие приборы, может быть, вам попадутся. Может быть такое? Да, конечно, может. А может быть, вам попадется суперстранный, неоднозначный текст в задачах 19 и 20, который будет очень тяжело воспринять. Ну и что тогда? Тогда вы тоже потеряете какие-то баллы, но они не станут решающими. Они не должны стать решающими, если вы в среднем готовились хорошо. И ваш средний балл будет либо выше 35, либо от 23 до 35, ну либо, соответственно, от 11 до 23, но это нельзя сказать, что вы, конечно, хорошо готовились. Смотрите сами, я вам просто дал советы, что если уж вы решились это делать, то делайте это по уму. Вот такие две шпаргалки можно сделать по уму на 18 задачу. Одни из них у меня уже есть, и другие скоро, кстати говоря, появятся приборы, я тоже отправлю. И шпаргалки по формулам тоже там есть, делите их по разделам. Я советую делать это так, как сделал я. Ребятки, не списывайте на экзамене, получайте свои заслуженные высокие оценки, к которым вы шли. Те, кто хочет готовиться со мной, у меня сейчас идет интенсив. И всем пока. Ссылочка в описании.